Приведу пример конструкции, которая, ну, на первую очередь, что называется, странная, а с другой стороны, она очень хорошо показывает, что такое поле, и, надеюсь, всем вам это понравится. Давайте сначала совсем простая штука. Беру окружность и на этой окружности выписываю числа 0, 1, 2, 3 и 4. Так, вычисления сейчас все будут происходить, по-моему, время. Все умножу на 2. Рядом все умножу на 3. И здесь, соответственно, все умножу на 4. Поехали. 0, 2, 4, 1, потому что 2х3 это 1. Здесь 3. Здесь умножаю на 3. 0, 3, 1, 9 это 4. 12 это 2. И здесь все умножаю на 4. Ну, на самом деле, умножить на 4, то же самое, что взять с минусом. То есть это будет так. 0, 4, 3, 2, 1. Замечательно. Давайте теперь посмотрим, какие числа возникают около нуля. 1, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 4. Каждое число побывало ровно 2 раз. Так вот, давайте поставим такой вопрос. При каких n числа от 1 до n можно n минус 1 раз расположить по кругу, расположить по кругу, чтобы каждая с каждым ровно 2 раза. Чтобы каждая рядом встретилась ровно 2 раза. Встретилась ровно 2 раза. Ну, господа, смотрите. Конечно, я здесь написал для числа 5. В принципе, очень похожим образом я мог бы написать для числа 3. А именно, число 0, 1, 2, а здесь бы писать 0, 2, 1. Это, что называется, неинтересно. Итак, для 3 можно, для 5 можно. Интересно, для 4 можно так или нет? Или для 8 можно или нет? Ребята, оказывается, для любой степени простого числа такая конструкция существует. Повторяю. Для любой степени простого числа. Давайте, поскольку у нас с вами на прошлом занятии уже было конец 4 дилетов, давайте быстренько вспомним, как там была устроена таблица умножения. 1, альфа и альфа плюс 1. 0, 1, альфа, альфа плюс 1. Ну, 0 на что не умножай, это 0, это неинтересно, единица тоже. На самом деле, индивиальная вещь там была вот в чем. Что когда вы умножаете альфа на альфа, получалось альфа плюс 1. Какое отношение эта конструкция имеет к нашей задаче? Самое очевидное есть при нем. Смотрите, в чем дело. Вы выписываете числа по окружности вот прямо так, как они здесь все написаны. 0, 1, альфа и альфа плюс 1. Смотрите, это вот эта вот строчка, да? Строчка, когда умножали на 1. Следующая строчка, это там, где умножали на альфа. Это будет 0, альфа, альфа плюс 1 и единица. И следующая строчка, когда умножаете на альфа плюс 1. Это будет 0, альфа плюс 1, единица и альфа. То есть, господа, смотрите. 0 с единицей 2 раза, с альфой 2 раза, с числом альфа плюс 1 тоже 2 раза. Проверьте, что единица тоже с каждым из чисел встретилась неровно по 2 раза. Вопрос, а почему? Мы умножали в одном случае на единицу, в другом на альфа, в третьем на альфа плюс 1. Здесь умножали на единицу, двойку, тройку, четверку. Идея простая. Вот когда у вас есть по окружности два числа, между ними есть какая-то ненулевая разность. Так вот, в одном случае она умножается на альфа, в другом на единицу, в третьем на альфа плюс 1. 1 альфа альфа плюс 1. Понятно, что все эти разности будут разные. Поэтому, если у вас есть такое число, то здесь от него стоит альфа, здесь вот эта вот разность изменилась и опять изменилась. То есть, легко понять, что если вы берете поле и выписываете его числа по окружности, то действительно, когда вы по окружности все время напишите вот такие вот штуки, то каждое число рядом с каждым окажется ровно два раза. Вы, господа, а теперь для тех, кто умеет реанимировать. Какое есть наименьшее число, которое не является степенью простого числа? Единица. Ну, 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 единица неинтересна. Три, это простое число. Четыре. Четыре, два в квадрате. Шесть. Шесть, конечно. Вот вам первый неисследованный случай. n равно шестей. Можно ли выписать пять окружностей на каждой из которых числа от одного до шести, чтобы каждая с каждым встретилась бы ровно два раза? Хорошо. Следующее число, которое не является степенью простого числа. Ну, одиннадцать, простое число. А вот десять, это действительно. Следующее десять. Двенадцать. Двенадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать. Господа, программисты. Ну, естественно, надо взять одну программу, потом ее для разных чисел смотреть. Вот вам вполне себе работа. Если честно, я не знаю, сделано ли это в науке. Запросто может быть что-то сделано, потому что, в общем, задача вполне себе естественная. Но, с другой стороны, в общем, не просто поискать, найти, может быть, где-то в научных статьях, и самим пропопирамидовать. В общем, все, первый сюжет закончен. Я рассказал вам такое вот применение, просто для того, чтобы вы поняли, скажем так, для числа восемь, что надо сделать, если вы хотите реально получить решение задачи? Господа. Поле по модуле восемь. Поле, только не по модуле, это называется. Поле из восьми элементов. Да? Надо сделать. То есть, сделаю, что здесь все. Посмотрите, и когда вы действительно это посчитаете, то, соответственно, у вас получится замечательная конструкция. Число, что здесь важно, при этом поймете, что вы действительно, что называется, разобрались. Потому что вы, вроде бы, занимаетесь абстрактными вещами, ищете какое-то там поле, но при этом у вас должен получиться конкретный ответ. У вас должно получиться семь кружочков, в каждом из которых написано число от одного до восьми в каком-то там порядке. Продолжение следует.